В этой двухкомнатной времянке с минимальными условиями в отдалённом от города микрорайоне Достык Карима Хайдарбекова воспитывает своих пятерых дочерей. Отец семейства ушёл. С тех пор от него никаких вестей нет. Карима перебивается случайными заработками и получает пособие по инвалидности на младшую дочь. В феврале 2018-го случилась ещё одна беда. Девятилетняя Улбосын заболела. Сначала девочку с высокой температурой госпитализировали в инфекционную больницу, где поставили диагноз – энтеровирусная инфекция и герпангина. Затем её состояние ухудшилось, она попала в реанимацию, а потом и вовсе перестала ходить. «В первый раз мы пролежали в инфекционке три дня. Ночь после выписки её забрали в реанимацию. На восьмые сутки у неё отказали ноги. Через две недели она стала с трудом ходить в туалет. У неё болит мочевой пузырь. В первом классе она перенесла менингит. Оказывается, с тех пор мы должны были стоять на учёте у невролога. Но нам тогда никто ничего не сказал. Сейчас говорят, что это осложнение менингита». «Мы в инфекционной лежали две недели. Потом в инфекционной лежали две недели. Потом в ассаре. Потом в лор-отделении 10 дней. Потом после выписки снова попали в неврологию. Каковы конкретные причины её недуга, я не знаю». Сейчас состояние ребёнка тяжёлое. Оба сын мучают головные боли, тошнота и кашель. Своеобразный предвестник судорог. Шемкенские медики после нескольких осмотров и проведённого МРТ диагностировали ей целый букет заболеваний, среди которых симптоматическая эпилепсия со вторичной генерализацией, острая воспалительная демиеллинизирующая полинейропатия, корешковый синдром и нейрогенный мочевой пузырь. Назначенное ими лечение не помогло. Карима обратилась в Управление здравоохранения с просьбой выделить квоту на лечение в Республиканскую детскую клиническую больницу Аксай в Алматы. Однако ждать путёвку на дополнительное обследование нужно шесть месяцев. Слишком большой срок для угасающей оба сын. «Я позвонила в облздрав. Там сказали обратиться к Алмаз Черниязовой. Я пошла к ней. Она нам оформила квоту и дала номер телефона для того, чтобы узнать, когда мы сможем лечь в Аксайскую больницу. Сегодня по телефону мне сказали, что только через шесть месяцев. Мы не можем столько ждать. У неё за этот период почки могут отказать. Я прошу, чтобы нас положили туда в экстренном порядке. Девочке становится хуже». В Управлении здравоохранения нам сообщили, что в досрочной квоте девочке, увы, отказано, поскольку дата госпитализации зависит только от принимающей стороны. Якобы сейчас у ребёнка острый период после перенесённой болезни. И в этом случае Аксайская больница сможет принять её только через шесть месяцев. При этом областные медики всячески стараются повлиять на сокращение этого периода. И даже подключили партию Нур-Отан. Помочь семье можно, связавшись с Каримой Хайдарбековой по телефонам, которые вы видите на своих экранах.